А есть какие-то практики обрести целостность? Ну вообще все практики на этом нацелены, существующие, да? Я всегда говорю о том, что... Вот понимаете как? Вот опять же, мы это не мрамор, который раскололи и который нужно каким-то клеем склеить. Нет, мы изначально целые. Так уж получилось. Нецелостность это всего лишь маленькая-маленькая-маленькая привычка, маленькая иллюзия, маленькая нейронная связочка в нашей голове. И для того, чтобы восстановить целостность, не нужно ничего делать. Нужно просто заменить, не заменить даже, а сбалансировать эту стратегию, эту нейронную связь, сбалансировать опытом, который это опровергает. А для этого достаточно всего ничего. Достаточно положить руку сюда, почувствовать тепло и побыть немножко в этом внутреннем пространстве. Просто чувствовать себя в ощущениях, чувствовать кончики своих пальцев, чувствовать, что говорит сердце, что говорит тело на те или иные события. Просто добавить к общему, в день совершаем много-много маленьких решений. Добавить на стол выбора не только мнение ума, но и тело, но и пятку, но и большой палец ноги, но и сердце. Побыть в себе и сделать выбор целиком, потому что вы уже целая, понимаете, вы уже целая. Пользуйтесь, как говорят, как на компьютере запустить какую-нибудь мышку. Она уже воткнута и драйвер уже инсталлирован. Начните ей водить просто. Она уже есть. Просто пользуйтесь. Да, ребенок, когда учится ходить, все тоже прединсталлировано. Он в какой-то момент начинает пробовать. Пробует, падает, но все обычно рано или поздно начинают ходить. Так же и вы. Все уже есть. Вопрос в том, что научиться ходить вместе с собой и чувствовать себя, это процесс. Но его неплохо было бы начинать когда-то. А то получается, что мы как те дети сказали, ну, что-то оно как-то не заладилось у меня с детства, с ходьбы. Поэтому я пока сижу. Не знаю, может быть, сейчас вот на пенсию выйду, попробую опять. Что-то не заладилось у меня. Может быть, на какой-нибудь схожу семинар, где мне расскажут, как ходить. Или человек, увижу, вот есть кто-то, кто учит ходить. Ну, как бы надо пользоваться. Да. У меня такой вопрос. Вот, а зачем Творцу или Вселенной, или Богу так много одинаковых опытов, которые переживают души? Много-много поколений, это количество душ, которое на Земле, переживает одинаковый опыт. Ну, говоря, Бог знает, как это быть любимым, Бог знает, как это жить. Вселенная знает, как это, когда больно. Вот в чем суть вот этого всего, что многие из нас приходят опять-опять в эту жизнь. И как бы вот изначально, с самого начала опять-таки пытаются проживать все эти эмоции. Ведь существует этот, скажем так, объем уже накопленных эмоций, переживаний и опытов. Зачем переживать? Очень хороший вопрос. Но он показывает, в первую очередь, то, насколько раскрыт наш тангенциркуль, вот этот в голове. Что значит много, что значит мало. Вот, предположим, мы сузим количество опыта любого, например, опыта влюбленности до одного человека. И можем сказать, ну, достаточно один человек, да. Но мы скажем, так, а в человеке сколько клеток? Миллиарды и миллиарды. Зачем всем этим клеткам проживать одинаковый опыт? Это же тоже порция энергии и сознания. Давайте сузим до одной клетки, да. Вопрос, может ли одна клетка обрести этот опыт? Не может. Так вот, все человечество создает именно ту конфигурацию, которая нужна. Ни больше, ни меньше. Мы здесь не единое целое. Да, мы клеточки, но мы клеточки единые организмы, которые называются цивилизации. И опыт проживает не человек, а цивилизация. Даже не цивилизация, я неправильно скажу, планета. И те результаты, которые мы здесь проживаем, неважно, нас 7 миллиардов, 8 или 1 человек. Это опыт планеты и жизни на этой планете. Мы, это жизнь на этой планете. И та порция энергии может быть залита в одного человека или в сотни муравьев, да. В тысячи и миллиарды муравьев. Или человеческих тел, или каких-то еще. Просто человеческое тело приспособлено для этого. Поэтому у Бога нет вот этих вот измерений, которые мы ограничиваем нас и обоссабливаем наше тело, как индивидуальный единый опыт. Нет, это опыт цивилизации, опыт планеты. Это первое. Второе. В нас во всех есть инстинкты жизненности. Вот среди вас есть те, у кого больше одного ребенка? Есть, да? Есть. Зачем? У вас же есть один, нормально. Попробовали, да? Вроде же норм. Нет. Жизнь стремится порождать жизнь. И самое главное, что жизнь стремится порождать новую жизнь. То есть не такую, какая она была раньше, а новую. То есть в естественности, в натуральности. Именно поэтому эта планета и следующая планета, которая будет... Вы, как родители, учитываете опыт воспитания первого ребенка для создания условий для второго ребенка. Точно так же опыт этой планеты и этой цивилизации, он пойдет дальше по творению распространяться, потому что это в сути Бога, расширяться. Ему не нужно... Это как художник сказал, ну я нарисовал картину, ну хватит. Все краски на ней есть. Да? Да. Все краски есть. Но не это им движет. И вот здесь как раз таки кроется ответ. Саша, я хочу вернуться к началу нашего разговора, потому что это так затронуло. У меня, короче говоря, буквально до встречи с тобой в эфире я как бы нашел, как бы образовался. Пришла к соединению, вернулось тело, вернулось сердце. И что произошло, интересно, что то, что происходило до, оно как бы ценное, оно уже не актуально. А что сейчас происходит, когда именно Божественность и я, и душа вместе... вот это любовь и принятие себя, понимаете? Потому что любовь до этого, это была просто концепция. А сейчас настоящее. И вот с ними жить столько любви, я вообще не ощущала за свою жизнь. Я хочу поблагодарить Ваш тебя, потому что через ролик и через всё... вот смотрите, есть любовь, да, спасибо большое. за то, что вы делитесь, это очень ценно для нас всех. Смотрите, вот есть любовь и это состояние, а есть выражение любви в этом мире, материальное. Знаете, как оно называется? Называется бережность или нежность. Это единственный критерий настоящей любви. Может быть, не быть дифферамп красивых слов, каких-то ещё там подпрыгиваний, цветов, конфет. Вот бережность или нежность, когда мы стремимся не создать страдания. Потому что... Почему? Не потому что мы влюблены, а потому что мы чувствуем из-за себя, из-за того парня, что называется, мы чувствуем. Есть связь. Любовь – это связь. Так вот, как к себе? Бережно? Нежно? По-другому. Вы все достойны того, чтобы в первую очередь относиться к себе бережно. Не знаете, как полюбить себя, начните относиться к себе бережно. Я вам дам подержать. Так, я подержать ещё одну даму за пенсионный возраст, там, которая сказала, что вот в пенсионном возрасте тело начинает, ну, болеть. Работать. Я про маму. Маме передали, что возраст настал, повернуть. Пусть есть время повернуть голову к себе. Спасибо, Саша, я с вами шагалисты недавно. Знания получила уже, ну, где-то 10 лет, шагай, вот знания, знания, ну, открыла совершенно случайно месяцы назад. Так, и падла, вот так, вот так, вот так, вот, я чувствую, что я шагал. Это так здорово, Саша, просто мне 67, и так я в здравом уме и ввел на память. Но я думаю, действительно, то старое, которое, там, как вы говорили, века, старое, тянуть сюда, то есть мы все же не были воспитаны, так, мы все такое рождены, 50-52 года. Что тогда и что сейчас. Я себя создаю новое. Я совершенно новое. Открывается мир, мир, мир мне отвечает. Я люблю эту жизнь, я люблю себя в этой жизни, благодаря знаниям, Саша. И вам громадное спасибо. Да, это правда, Саша. Ну, а теперь, вот, лично, что такое быть в потоке любви, я знаю, что это такое. На берегу моря, вот стою, вот ручки протачены, вот стою, купальник, полуголодный стакан воды принято. А вот на небо встать? Нет на мне небогатого наряда, нет у меня миллионов, нет у меня каких-то там, ну вот стою, открыто меру. Боже мой, чувство непередаваемое, счастье, вот так оно, вот так, сзади. Стоишь, ну, это любишь мир, я даже не знаю, как себя в этом мире, но все, ну, настолько прекрасно, ну, насколько это, ну, непередаваемое, захлестываешь. Саша, как оставаться дольше в этом потоке? Саша. Саша. В такие моменты бывают и рюкзи. Вот это рюкзи, но вот. То есть, я иду дальше, опять думаю, так, к себе, больше к себе. Получается, ну, вот такой, такого столба, но очень тепло. Саша. когда когда кушаю клубнику так вкусно как мне вечно этот вкус ощущать смотрите этот опыт прекрасен тем что у нас есть палитра выбора да и для текущей октавы нашего сознания хорошо что есть пике есть ровное состояние и пусть она будет пока так пусть она будет пока так потому что когда-то это станет базово когда укрепиться когда у стаканится когда-то когда энергия на планете чуть-чуть подравняется да то базовое состояние которое есть у вас сейчас сто лет назад было высшим духовным опытом сейчас это базовая так что благодарите за то как она есть сейчас да и вещи еще раз говорю происходит самостоятельно сам когда вы позволяете не нужно пытаться привязать бога веревочкой к земле это прекрасно своим вот этим мимолетностью это прекрасно своим живым характером не контролируем вами а если у вас во рту будет всегда вкус клубники то со временем это будет надоест и захочется другого вкуса да а потом третьего потом десятого поэтому не нужно стремиться к сильным энергетическим переживанием смотрите и вот это еще важный фактор на котором не хочется поговорить сегодня обратить внимание отношения с собой с душой и с богом это личные отношения там нету советчиков да представьте вы с любимым человеком находитесь вместе романтической обстановке а тут к вам приходит человек в одеждах говорит так-то-то-то как в том анекдоте а вот это уже танцы не-не-не-не-не-не-не главное не танцы правило начинается а слова любви вы же не говорите так сейчас эти зачитаю слова любви погоди я корректно сейчас сказал понимаете отношения с богом это личные отношения отношения с своим духом это личные отношения самым любимым понимающим человеком да пусть это остается личным вашим я не возражаю а что происходит в этом месте это опять-таки естественно создаем его сами оно это зернышко у нас конечно на всей планете есть сознание определенных состояний определенных вибраций она за и корену в сути земли в кристаллах земли энергия сознания и где-то энергия сознания место сотрудничает с нашим сознанием и производит определенное состояние поддерживает определенное состояние да также как когда мы приходим на музыкальный концерт и музыка касается наших сердец и у нас появляются слезы это же наши слезы но музыка затронула струны нашей душе в этом плане и концерт место силы и картинной галереи место силы эзотерический семинар это место силу потому что это все поддерживает самое высшее в нас и не не самый высший везде по-разному и опять же жизнь прекрасна тем как раз таки что здесь ничего не надо удерживать и вот для меня вы знаете я поделюсь я недавно абсолютно думал о том как найти как трудно найти этот баланс но все-таки как надо найти этот баланс между тем что жизнь она вот такая настоящая она даже для бога абсолютно настоящая в той любви в той вот этой вот сырости в плане того что не ограненности свежести этого опыта такой ро опыт до любви живой и ценный и в то же время абсолютно мимолетный и вот как сложно бывает порой и проживать это все с благоговением с погружением в это и в то же время понимать что он будет растворен следующий щелчок времени и возможно именно это делает еще больше вот трепета создает внутри вокруг этого опыта конечно мозг все пытается веревочки привязать к земле но воздушный шарик красив когда он летит пятачок и конечно же вот здесь вот момент то что я конечно но чем выше чем выше вибрация что такое высокая вибрация это быстрее движущаяся до вибрация более интенсивная и это не только на земле в энергетических полях да потому что мы их пока померить не можем не надо говорить про там резонанс шумана это немножко притягивание за уши до динамика сознания динамика даже на улицу да посмотрите сто лет назад не было таких скоростей более того если человека сто лет назад посадить в автомобиль ему плохо станет даже при скорости 50 километров в час его с психика не готова на это сейчас мы можем за два часа нашего семинара обсудить те вещи и возможно даже получить осознание которые люди раньше зарабатывали за 200 жизней может быть а мы это за два часа конечно конечно бережность бережность выше развития выше развития из ума я имею ввиду да выше и быстрее выше сильнее да тело нужно тело нужно заботиться вот украина в книжке на путешествие домой есть такая очень интересная метафора о человеке который засунул голову в такси сказал ну давай жми ну собственно говоря ну как бы вот большинство людей да даже в духовной традиции они представляют собой таких людей поэтому там по-разному уходят из жизни и они не остаются живыми они уже там улетевшие совсем высшая радость это когда человек танцует поет чувствует тело может замедлиться ровно настолько насколько он хочет замедлиться это свобода более того на самом деле чем быстрее мы движемся тем больше надо замедляться вот это послание для сегодняшнего дня чем быстрее скорости тем больше расслабленности и замедление должно быть потому что когда вы замедляетесь вы создаете пространство чтобы река текла жизни до то есть вот принять и вот это состояние что это это скорость она увеличивается и в то же время и здесь на физике абсолютно спокойно к этому относишься да 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 спасибо большое Дело в том, что вы говорите, что кубника надоест слишком часто кушать, но поток это немножко другой и он случается редко. Ты сходишь случайно в это состояние и обычно должен какие-то не практики, а что-то должно помочь не сам, а с помощью каких-то ситуаций. Ты попадаешь в это состояние, потом это проходит и проходят годы. Как всегда чаще в это входят? И еще как часто вы на кто-то думаете? Значит так, значит так. Я думаю какую из метафор рассказать. Окей. В квартире стоит фортепиано. Вы никогда не видели фортепиано до этого. И иногда вы проходя мимо облокотились и оно издало какой-то звук. Бам-бам-бам. Вроде играет. Потом вы присели в другой звук. Вы думаете, что же это такое? Внешне или что-то этот звук, да? Как еще извлечь этот звук? Может быть стоит в это фортепиано что-то кинуть? Может быть стоит книжку на него положить? И вы начинаете исследовать это пространство, этот процесс. Вопрос в том, что фортепиано уже стоит. Оно ваше. И звук в нем уже как бы есть. Так вот, когда мы родились, мы в потоке. Произошел коннект вот этого тела и сознания. Мы уже в потоке. Пока мы дышим, мы в потоке. Вопрос в том, что наше сознание не умеет этим пользоваться. Не умеет этим пользоваться. И иногда, когда происходит момент снятия сопротивления, разными способами мы по-разному этот поток чувствуем. Человек не может находиться либо в состоянии потока, либо в состоянии не потока. Да? Человек может находиться, скажем так, в разном состоянии потока. Когда вы празднуете какой-то праздник, это одно состояние потока. Когда вы в близких отношениях с близким человеком, это другое состояние потока. Когда вы достигаете чего-то, или к вам приходит вдохновение, это третье состояние потока. Это то состояние, все эти состояния объединяет то, что в этот момент сопротивление жизни и контроль жизни отходит на второй план. И вы находитесь в теле. А именно тогда, когда сопротивление уходит, у нас обычно дается разрешение нашего ума вернуться в себя. Потому что когда мы сопротивляемся, мы из тела выходим. Возвращаемся в себя. Так вот, автоматически, когда мы устраняем сопротивление к жизни или когда мы возвращаемся в тело, неважно, с какой стороны, с ментальной или с физической мы заходим, мы укрепляем состояние потока. Это не значит, что в нашей жизни должно быть постоянное состояние блаженства и вдохновения. Тогда мы будем неадекватны социально. Такие люди есть, у которых это зафиксировалось, и их называют блаженными. Но состояние радости, состояние покоя, состояние умиротворения... Умер от чего? Умиротворение. Вот эти состояния, они могут стать базовыми и основными, когда мы повышаем связь с телом. И когда мы устраняем сопротивление, а это связанный процесс. Так вот, вся сегодняшняя лекция была про связь с телом, весь наш сегодняшний разговор, про сонастройку с собой. И это и есть путь к тому, чтобы дольше быть в потоке. Просто не нужно разделять состояние, что вот это поток, а это не поток. Это всегда поток. Да, но в этом потоке ты себя ощущаешь по-другому, и у тебя больше возможностей. Угу. Я ещё раз говорю, у этого потока, в состоянии более интенсивного переживания потока, есть два исходных условия. Это возвращение в тело и отсутствие сопротивления опыту, когда вы трогаете жизнь без перчатки. Иногда это секс. Иногда это праздник, когда вы разрешаете себе отпустить что-то. Вы выделили время, день на то, чтобы отпустить. Иногда это то, когда вы направили мысли на то, что вам интересно, и вам пришло вдохновение, опять же, устранилось сопротивление. Иногда это событие, которое вас обескуражило, выбило из текущих мыслей, и вы тоже в этот момент в потоке. Иногда это опыт влюблённости, когда поток создаётся биохимически. Иногда это духовный опыт, когда вы дали себе место и время на то, чтобы соединиться, и направили это внимание. И это первый раз проявилось. Бывает так, что это проявляется под воздействием чужой энергии, как человека, который источает некое состояние, или не обязательно источает, но имеет намерение пробудить его в вас. Мастера не постоянно находятся в потоке, и, тем не менее, вы с ними рядом можете увидеть поток, потому что у них простроено намерение на то, чтобы этот поток, ну, как бы, чтобы эту информацию транслировать, эту сонастройку транслировать. Рядом с ними вы можете почувствовать этот поток. Но это поток взаимы, это кредит. И это приглашение начать свой собственный внутренний процесс. Это приглашение к своему внутреннему процессу. Он не обязан быть постоянно со вкусом клубники. Но он обязательно будет радостным, если вы будете соблюдать два условия, о которых я сказал. Да, вот эта радость, она вот со временем, как бы, ты притупляешься, да, и ты уже не радуешься, ну, прям, совсем уже, от таких уж мелочей. Запросы растут. И как вот вызвать это состояние радости, ну, регулярно? Я сказал, радость! Смотрите, есть вещи, взятые взаймы, и тогда мы получаем больше и больше, нам нужно больше и больше. Одну кредитку меняем на другую кредитку. И это состояние нецентрированности, мы все равно не в теле. Когда радость приходит извне, и нам нужно больше радости. А есть вещи, базовые, изначальные. Это радость, тихая, спокойная радость, любовь и умиротворение нашего тела. И оно там всегда для вас. И никуда не денется. И вы знаете, я не променяю никакие, никогда вот то, что я чувствую внутри себя, ровное, но надежное, и глубокое, и настоящее. Ни на какие... Это как в отношениях с любимым человеком. Ни на какие конфетно-букетные периоды ты не променяешь своего человека. И любовь к ним будет тиха, скромна, незаметна. Но она будет настоящая, и она будет выше крыши. И вот здесь то же самое. Роман с собой, это то, что вы можете делать самостоятельно. И вам не нужны внешние вот эти, знаете, как там... Бжжж. Смотрите, когда вы в теле, когда вы в себе, и когда вы вместе со своим потоком, у вас и гормоны, и нейромедиаторы выстраиваются таким образом, что вы постоянно чувствуете радость. Да. Вы же знаете, что здесь же нет такого, что это эмоции, а это не эмоции. Нет. Все нейромедиаторы, на самом деле. Все гормоны. И у буддистских монахов, у некоторых, уровень сиротонина такой, что дай бог, да. Когда вы переходите из состояния дофаминовой любви в состояние окситоциновой любви, да, то есть долгое вот это состояние сердечной любви, да, то это другое качество любви, да. И оно надежное. Оно, в отличие от вот этих дофаминовых всплесков, да, оно может быть всегда. Оно ровное. Но оно от этого не... Продолжение следует...